Ну вот сколько кандидатов будет принимать участие в выборах мэра города Киева? Мы уже сейчас видим Кличко, да? Около 20 уже анонсировано громких, а мелких мы даже еще не посчитаем. Вот из этих 20 громких сколько пройдут? Кличко пройдет, допустим, Бондаренко Батькивщина как-то пройдет, да, партийным брендом. Корбан, Корбан, Укропом пройдет. Ну подождите, Береза, Емец, Попов. Пятипроцентный барьер. Попов, Омельченко. У Попова есть его, Омельченко, шансы преодолеть пятипроцентный барьер. Я же говорю, Емец еще и будет от Народного фронта. А Народный фронт своего выдвигает? Ну пока анонсировано так. Нет, это не совсем корректное понимание системы. То есть вернутся деньги только победителю мэрских выборов одному. И вернутся деньги только тем кандидатам, депутатам, чьи партии преодолели пятипроцентный барьер. А, понял, понял. Потому что у мэров нету барьера. У мэров же нет барьера, да? Да, да, да. Ну и мало ли. Мы так перечислили. Там еще очень много интересных. Уже анонсировано, что будет из представителей старой власти опять. И Голубченко будет. По-моему, там кого только... Я просто представил, что ну ладно, там партийные списки, ну ладно, пускай 10-15 партий, да? А вот мэров же ж, желающих побыть мэром, это ж сколько денег в залогов будет внесено. Ну это там еще Пузанов, да? Особенно в Киеве. То есть вот эти вот человек 20 кандидатов внесут в Киеве по 26 796 гривен. Продолжение следует...